Ребята, всем привет! Меня зовут Даша и на этом канале я рассказываю про технику, как обычную, привычную нашему взгляду, так и редкую, а порой даже причудливую. И вот именно о причудливой технике сегодня и пойдет речь. В этом видео я расскажу про технику советских военных инженеров. И вы узнаете, бывают ли автомобили с колесной формулой 2х2 или при помощи чего можно быстро вырыть километр окопов. Итак, поехали! Путепрокладчик БАТ-М образца 1953 года. Эта машина создана на базе артиллерийского тягача и предназначается для прокладки колонных путей. И это не бульдозер, с чем его часто путают. У них разное назначение. Главная задача машины – это быстрая прокладка пути от различных препятствий. Это может быть снег, обломки зданий, мелкие кустарники или мелколесья и так далее. Для этих целей машина оборудована огромным бульдозерным отвалом, имеющим три рабочих положения. В бульдозерном положении рабочая ширина 5 метров, в двухотвальном – 4,5 метра, а в крейдерном – 4 метра. БАТ-М оборудован 12-цилиндровым двигателем мощностью в 415 лошадиных сил. Расход топлива приличный. В трех баках помещается 1200 литров дистоплива. Этого хватает на 500 километров пробега или 12 часов работы. Масса машины – 12,5 тонн, а ходовая часть создана на базе танка Т-54. В среднем за час машина прокладывает порядка 10 километров колонного пути. Машина снабжена мощным краном-лебедкой, который вытащит себя или танк из любой грязи. Кабина машины герметична и оборудована системой фильтрации, что позволяет ей работать в условиях химического или радиационного заражения. В 70-х годах в войсках ее заменил новый путеукладчик – БАТ-2, но и сейчас БАТ-М используется в МЧС и других структурах. На вторичном рынке его можно купить от 500 тысяч до полутора миллионов рублей, а новый с хранения госрезерва за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Быстроходная траншейная машина БТМ предназначена для отрывки траншей и ходов сообщения в грунтах от песка до тяжелой глины, с отвалом вынутого грунта по обе стороны отрываемой траншеи. В качестве рабочего оборудования применен ротор. Накоковшевые экскаваторы непрерывного действия. Экскаваторами непрерывного действия называются землеройные машины, разрабатывающие и транспортирующие грунт непрерывно. При этом обе операции – копание и транспортирование грунта – выполняются одновременно. В отличие от одноковшевых экскаваторов, непрерывная разработка грунта обеспечивает более высокую выработку. Однако главный недостаток машин непрерывного действия – это малая универсальность. Каждая землеройная машина, будь то цепные или роторные траншейные экскаваторы, экскаваторы-дреноукладчики, шнекороторные и двухроторные экскаваторы канала-копатели, милиаративные многоковшего экскаваторы поперечного копания и тем более крупные карьерные многоковшего экскаваторы, они все предназначены для выполнения определенных операций, и их нельзя использовать на других работах. Выпуск траншейных машин БТМ начат в 1957 году на Дмитровском экскаваторном заводе. Подъем опускания ротора осуществляется тросно-блочной системой с помощью П-образной рамы. Ковши были закрытого типа, что сказывалось на производительности машины. При работе на глинистых и влажных грунтах ковши забивались землей и в вертикальном положении не очищались, поэтому их требовалось очищать вручную. Траншейные быстроходные машины БТМ поступали на вооружение инженерных войск Вооруженных сил Советского Союза. Инженерная машина разграждения ИМР-1, она же Объект 616, могучая машина, предназначена для прокладки колонных путей в любой местности. Разработана в Омском КБ транспортного машиностроения и принята на вооружение в далеком 1969 году. Бульдозерное оборудование и телескопическая стрела установлены на шасси танка Т-55 и изготавливалась на Новокраматорском машиностроительном заводе Украина-Донецкая область. Бульдозерный отвал имеет три режима работы – двухотвальная или по-простому бабочка, грейдерная и бульдозерная. Ширина захвата при этом варьируется в зависимости от угла поворота отвала. Телескопическая стрела имеет длину 8,8 метров и грузоподъемность 2 тонны. В качестве дополнительного рабочего органа на ИМР имеется скребок-рыхлитель, который в транспортном положении уложен на верхнем пленевом листе позади башни оператора. Для выполнения рабочих операций он берется захватом силового манипулятора и с его помощью могут устраиваться въезды на противоположные берега оврагов или производиться рыхление прочных и мерзлых грунтов. Скорость проделывания проходов от 160 до 300 метров в час. ИМР, помимо своих основных обязанностей по разбору завалов до и после боевых действий в локальных конфликтах, применяются еще и МЧС для расчистки завалов после стихийных бедствий или для быстрой расчистки дорог от снега, когда в суровые метели сотни километров автодорог становятся непроезжими и тысячи автомобилей застревают в сугробах и на морозе. Особую роль сыграли инженерные машины ИМР-1 и ИМР-2 при расчистке завалов на Чернобыльской АЭС. Изначально машины имели противоатомную защиту и оказались незаменимыми с первых дней аварий. Самоходный скрейпер D357P с тягачом MOAS 546. Тяжелые одноосные тягачи представляли собой транспортные средства высокой проходимости с колесной формулой 2х2, оборудованные единственным ведущим мостом с двумя однооскатными неуправляемыми колесами большого диаметра, укрепленными жестко на лонжеронной раме, на которой помещался также и моторный отсек, трансмиссии и кабина. В средней части рамы над мостом находилось мощное шарнирное опорно-сцепное устройство, на которое опирался передок одноосного или двухосного полуприцепного средства с одневедущими колесами. Поворот обеих секций такой шарнирно-сочлененной машины осуществлялся обычным рулевым колесом при помощи двух гидроцилиндров. По сути, такие транспортные средства являлись компактными многоцелевыми переднеприводными автопоездами, работавшими со сменными полуприцепными системами с разным рабочим оборудованием и надстройками. При необходимости одиночный тягач мог самостоятельно перемещаться на небольшое расстояние, для чего под передним двухметровым с весом рамы устанавливали небольшое опорное колесо. Серийным изготовителем одноосных тягачей являлся Могилевский автомобильный завод, но все начальные разработки и изготовление прототипов осуществлял МАЗ. Официально вся одноосная продукция из Могилева применялась на крупных стройках в составе шарнирно-сочлененных дорожно-строительных машин, такие как самоходные скрейперы, землевозные тележки, уплотнительные катки или тяжелые строительные краны, но не менее широко использовалось и в военном строительстве и инженерных войсках. Меж тем, главным военным применением одноосных тягачей являлась служба в ракетных войсках стратегического назначения в составе специальных автопоездов с оснащением для установки баллистических ракет на стартовые позиции, проведение сборочных и перегрузочных работ, перевозки топлива и спецоборудования. В военно-воздушных силах СССР они служили основой мощных аэродромно-уборочных машин. В начале 1960-х годов на Могилевском автозаводе самостоятельно разработали и собрали первую пробную партию одноосных тягачей MOAS 546. В народном хозяйстве он служил для буксировки 12-кубового скрейпера D-357P и модернизированной землевозной тележки D-504A. EOF 4421. Автомобильный завод в городе Кременчуке производил простые и надежные грузовые автомобили с двумя или тремя ведущими осями. Варианты с задним приводом широко применялись на гражданской службе в качестве бортовых грузовиков, самосвалов, шасси для установки различной строительной и дорожной техники. Полноприводные машины, прозванные за характерные колеса лаптежниками, в основной своей массе шли на снабжение армии. Разработка новой модели экскаватора EOF 4421 на базе CRAS 255B для нужд армии началась в конце 70-х годов прошлого века. На тот момент в производстве находилась версия E-305, которая оснащалась полностью механическим приводом. Из-за этого она имела невысокую производительность, а также полное отсутствие резервов для модернизации. Основным предназначением CRAS EOF 4421 было проведение различных земляных работ при строительстве оборонительных сооружений и позиций для войск и пунктов командования и управления. Кроме того, рабочая стрела машины может использоваться для перемещения грузов весом не более 3 тонн, а максимальная высота проведения работ не превышала 4,5 метра. Выпуск машин стартовал на специализированном предприятии «Красный экскаватор» в городе Киев в самом конце 70-х годов прошлого века и продолжался около 20 лет. На основе базовой модели имелась усовершенствованная модификация 4421A. После распада СССР производство этой машины продолжалось еще несколько лет. Мало кому известно, но на данном экскаваторе три двигателя. Основной дизельный двигатель, базовые машины CRAS, дизельный двигатель рабочей установки и бензиновый двухтактный одноцилиндровый двигатель для пуска двигателя рабочей установки. В войсках он просто назывался пускач. Чаще всего из-за проблем с этим пускачем в войсках и гражданских организациях производили замену этого двигателя на стартер, дабы заводить машину, не дергая за веревочку сзади. Продолжая говорить об особенностях, можно подчеркнуть, что на базовой машине CRAS-255B устанавливался предпусковой подогреватель двигателя. И он позволял легко и беспроблемно запускать двигатель в сильные морозы. Также из-за особенностей данного авто у него три карданных вала. Один на передний мост от раздатки и два на задние мосты и на каждый мост свой кардан. Но еще одна особенность у него деревянная кабина. И она правда обшита железом снаружи, но внутри там деревянные бруски, ДВП и фанера. Данный представитель инженерной техники очень полезен и популярен в войсках. Его проходимость и плавность хода дают форму многим современным его преемникам, что на базе обновленного CRAS или КАМАЗа. И представителям копательной инфраструктуры из-за рубежа. Этот автомобиль популярен не только в России, но и за границей. В Белоруссии, Украине, Болгарии, Чехии, Казахстане и других странах. Полковая землеройная машина ПМЗ является универсальной землеройной машиной, предназначенной для отрывки как траншеи, так и котлованов, засыпки котлованов и устройства пологих спусков. Один и тот же рабочий и цепной орган используется как для траншеи, так и для котлованов. Кроме того, машина имеет вспомогательное бульдозерное оборудование и лебедку. Глубина отрываемой траншеи до 120 см, а скорость отрывки траншеи от 35 м в час в мерзлых и скалистых грунтах и до 200 м в час в легких грунтах. Глубина отрываемых котлованов до 3 м, а ширина котлована до 3,5 м. Производительность по объему вынимаемого грунта 180 кубометров в час. Вынимаемый грунт укладывается влево или вправо, и направление выкладки задается механиком-водителем. От котлована или траншеи образуется бруствер, то есть земляная насыпь для прикрытия от выстрелов. Въезд и выезд в котлован может устраиваться в виде пологой аппарели задаваемого уклона или крутой аппарели. Базовая машина – народно-хозяйственный трактор Т-150, мощность двигателя 240 л.с., транспортная скорость 45 км в час, кабина герметизирована и машина может использоваться на зараженной местности. Машина также оборудована лебедкой с тягловым усилием до 20 тонн. Машина может десантироваться с самолетов парашютным способом. Вариант машины для воздушно-десантных войск кабины не имеет. Однако рабочий орган десантируется отдельно от базовой машины. Масса машины 12,8 тонн. Экипаж машины по технической характеристике 2 человека, по штату 1. И вот такой у меня получился рассказ. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. А также можете перейти на мой второй канал Даша Моделс, где я собираю похожую технику, но в миниатюре. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.